Вот трясован карьер до использования данного стандарта. Здесь мы уже ввели свои параметры. Вот этот карьерчик – это уже то, что мы при использовании данного стандарта. И увидели, что данный карьер занимает объем, значительно меньше. При одинаковых объемах добычи руды объемы вскрыши в новой модели значительно меньше и могут достигать десятков миллионов кубических метров. Сэкономить на боровзрывных работах и транспортировке вскрыши можно до 100 миллионов рублей. Это одна из главных задач нового государственного стандарта по проектированию карьеров. Его разработали сотрудники Института Якут-Непроалмаз. Здесь как раз облегчается вопрос по прохождению экспертиз. Если до этого необходима была достаточно большая доказательная база, что мы можем использовать такие параметры для строительства наших карьеров, то сейчас, когда он стал ГОСТом, он утвержден как для нашего проектирования, мы, ссылаясь на него в проектной документации, уже нам нет необходимости что-то еще дополнительно доказывать. А доказывать приходилось многое. ГОСТандарт был утвержден Министерством цветной металлургии СССР еще в 1986 году и с тех пор не менялся. Например, по стандарту глубина карьера не должна превышать 400 метров, в то время как трубка юбилейная в Айхале уже 710. Нередко возникала проблема с шириной карьерных дорог. В местных карьерах ширина не подходила под устаревший национальный стандарт. Никто в стране такого подобного документа. Мы были первыми, кто сделал при добыче твердых полезных ископаемых. Это после нас уже так волна пошла и подобного рода действия пошли. Но мы были первыми. Мы, по сути дела, обобщили за 60 лет опыт эксплуатации оборудования, опыт отработки месторождений. И мы в небольшой книжечке по каждому переделу, вот то, что за 60 лет наработано, мы там написали. В документе теперь хранятся все нормы для проектирования карьеров именно в креолитовой зоне, то есть в зоне вечной мерзлоты. Новый стандарт также предусматривает и выбор горной техники. Сегодня на месторождениях работают самосвалы от 30 до 136 тонн. А это значит, что дороги должны соответствовать не только указанной в надстандарте ширине, но и прочности. Сотрудники института уверены, с таким нормативным документом молодые инженеры и проектировщики быстрее войдут в курс дела в части проектирования и особенностей кимберлитовых карьеров Якутии.